Помогите спасти бизнес. Владельцы придорожного сервиса близ села Жумабек рисковали потерять клиентов из-за строительства нового автобана на участке Караганда-Балхаш. Сместившаяся дорога не предполагала удобный заезд для проезжающих. Куда пришлось обращаться и что из этого вышло, узнавала Ирина Вобещевич. Сначала бизнес был родители. Они это все поднимали, начиналось все с вагончиков. Потом мы построились. И вот уже 23 года мы здесь. Гульмира Байбатырова много лет занимается придорожным бизнесом, обеспечивая не только свою семью, но и сельчан стабильными рабочими местами. Ее кафе, замечательная кухня и уютным заведением знают дальнобойщики и простые путешественники. Летом тут останавливались, чтобы скрыться от зноя и перекусить, а зимой, чтобы согреться и отдохнуть. Вот уже с 2020 года существование точки общепита под вопросом. Оставили въезды неудобные для водителей. У нас получается, как дальнобойщики, у них большие фуры, большие камазы. Они очень низкие. Заехать не могут, потому что подъем немного не рассчитан к этому. И вот с этим сложно. И все ребята такие, ой, у вас из-за дороги, мы не можем заехать. Автобан Караганда-Балхаш начали прокладывать в нескольких метрах от старой дороги. Сейчас оставили неудобные заезды для большегрузов, и поэтому многие не решаются заезжать. Да и простым машинам стало неудобно. Сейчас вместо 30 сотрудников кафе осталось 8. Ну а самое страшное будет, говорит Гульмира, когда автобан построят. Заезд предусмотрели на 200 метров выше по дороге, и тогда уже точно никто не станет делать лишний крюк, чтобы воспользоваться придорожной кухней. Аналогичная ситуация и для заправочной станции, которая находится тут же. Какой бы дальнобойщик, клиент никогда бы сюда не возвращался, чтобы делать огромный крюк, чтобы заправиться, либо покушать в кафе Аманжол, вернуться обратно по тому же направлению и выехать на автодорогу. Тем самым мы бы несли колоссальные убытки. Бизнес остался бы под вопросом. Поэтому мы совместно с кафе Аманжол обратились в Атамикен, в Акимат и транспортную прокуратуру. Этот шаг оказался единственно верным. По отзывам предпринимателей, подключившиеся структуры отнеслись к проблеме без лишних проволочек. В транспортной прокуратуре Карагандинской области провели анализ по соблюдению земельного и строительного законодательства в целях защиты прав предпринимателей. В результате анализа нами было установлено, что автозаправочная станция, а также кафе Акжол не был предусмотрен заезд-выезд. В результате, как мы провели анализ, внесли акт надзора в адрес АОНК Казавтожол, в результате осмотрения без изменения проектно-смертной документации было изменено проект заезд-выезд без повышения суммы. Строительство дороги начнется в этом году со сроком реализации до 2023 года. И теперь уже работу будут производить по новому проекту, о чем сегодня узнали предприниматели от представителя компании Казавтожол. Были предусмотрены заезды и выезды согласно требованиям нормативной документации, в первую очередь безопасность движения, и также были дизайзированы в целях удобства. И стоимость осталась прежней? Да, да, да. Дорожание не произошло? Да, это разделилось, и, соответственно, тут же у нас был заезд и выезд, все в одном месте. А здесь уже идет раздельный выезд, раздельный заезд. Теперь у предпринимателей появилась не только надежда, что клиенты вернутся, но и в планах расширения бизнеса с предоставлением более широкого спектра услуг и повышения качества. В будущем собираюсь это все строить, делать, потому что нужно будет соответствовать автодороге.